Продолжение следует... 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 Вопрос о смысле, связан с вопросом доверия. Второй вопрос о понимании. И я хочу, чтобы все мы обратили внимание на ту формулу, которую я всегда повторяю как мантру. Правильно это или нет, каждый из вас отрефлексирует. Тот, кто знает зачем, найдет любое как. Ее приписывают то Ницше, но наиболее ярко она прозвучала у Виктора Франкла, которая сказала, тот, кто знает зачем, сумеет выстоять любое как, что невероятно важно. И для меня, если можно, продолжая то, что вы сказали, следующий вопрос. Вот вы назвали несколько линий, когда начинали делать то, что от вас не ожидали, не ждали. И в том числе вы сказали, ну, язык для меня немножко сложный, я учусь каждый раз в нашем общении. Вот я называл это резервный фонд. Правильно, наверное, с точки зрения экономики, экономической оптики мира. Стабилизационный фонд. Вот не можете ли вы вспомнить, какие критические действия предпринимались, когда вы это делали, какое-то вызвало волну доверия, или, как вы точно сказали, при этом очень нежно, иногда мешающимся, по праведу оговорился, госструктурами, или же, вот когда наиболее вы чувствовали волны недоверия, делая что-то непредвиденное, странное, то, что от вас не ожидают? Ну, вообще-то, вот, если про стабилизационный фонд, это действительно одна из самых ярких страниц, в том числе в моей работе, он вначале формально, как государственный институт, назывался стабилизационный фонд на первом этапе, потом мы его изменили название, назвали резервный фонд, разделили на два. Резервный фонд и фонд национального благосостояния. Он разделился на два в тот момент. Теперь он снова соединился и стал снова единственным. Теперь он называется фонд национального благосостояния. Так что слово резервный опять-то ушло. Должен сказать, что когда я стал министром финансов, я хорошо помнил 1998 год, когда цена на нефть была 12 долларов за баррель. В тот, за весь год средняя, когда я стал министром, я мечтал, чтобы цена на нефть в среднем была не ниже 20 долларов за баррель, потому что средняя за предыдущее десятилетие была ниже 20 долларов за баррель. Я считал, что если она будет выше 20, то мы все задачи финансирования в стране, финансирование образования, здравоохранения, дорог решим. Главное, чтобы она не сильно проседала в силу нашей зависимости пока еще от нефти. Но когда она стала 35-40-45, вот тут я понял, что проблема прямо противоположная. И это никто действительно не ожидал, что такой масштаб цены, он создает совершенно новый, удваивает, утраивает поток валюты в нашу страну. И укрепление нашей национальной валюты, не очень вдаваясь в детали этой формулы, приведет к тому, что и предприятия, и граждане будут обладать большим объемом валюты. Им легче зачастую будет купить импортные вещи, чем российские. То есть возникает так называемый эффект голландской болезни, когда импортное производство вытесняет отечественное. И вот это я увидел как новую, самую большую проблему. Но другие так не увидели. И хотя в мире эта тема достаточно проработана, это потребовало лет 5 разъяснений, пока это стало более-менее понимаемым. То есть вы бились за доверие по отношению к вашему решению? Да. Которое в целом-то было экономически логично, оно базировалось на исследованиях, как в других странах, так и у нас. Сейчас, допустим, я приводил пример норвежскую экономику, где ни один цент от нефтяных доходов, которые получает государство, там государственная компания нефтяная, не тратится на расходы бюджета. Это сейчас трудно поверить, что страна, получая нефтяные доходы, ни одного цента внутри своей страны не тратит. Оно складирует соответствующий фонд, размещает его на номерах рынок и живет только на проценты от этого размещенного фонда, эндаумента, другими словами. Или фонда, который приносит доход. Но теперь этот фонд настолько высок, что он больше 100% ВВП, то есть больше объема ВВП, что те 4% мировых доходов с этого фонда дают 4% ВВП расходов бюджета страны. Напомню, что у нас в стране примерно все образование нашей страны меньше 4% ВВП сегодня. То есть Норвегия свою модель построила, как использовать эффективнее эти деньги, как постоянный доход на всю оставшуюся историю и не будет трогать этот фонд и даже его накапливать. Но дело даже не в этом. Я сейчас рассказываю суть этой проблемы, но в силу того, что после 90-х Россия прошла трудный путь недофинансирования, по сути слабого модернизации образования, здравоохранения, дорог, других учреждений, всем казалось, что все деньги, которые у нас есть в стране, надо сразу потратить. И я должен сказать, что большая часть экономистов не понимала, которые, казалось бы, должны были эту логику понять. Большая часть депутатов Государственной Думы не понимала. И поэтому меня критиковали во всех средствах массовой информации, на всех заседаниях Государственной Думы. И в общем, благодаря только тому, что мы министр экономики Герман Греев, министр руководителя Центрального банка Игнатьев, и в основном все банки и институты инвестиционного профиля, которые понимали, как у них могут в последствии дестабилизироваться доходы и инвестиции в нашей стране, они чисто профессиональным уровнем понимали. Вот этот момент приходилось преодолевать шаг за шагом. Безусловно, здесь была важнейшая роль президента в то время Владимира Владимировича Путина, который в конце концов, слушая все стороны, принял сторону экономического блока. И затем, как известно, это сыграло положительную роль в стране. И в части стабильности экономики, выхода из кризиса, поддержки наиболее незащищенных слоев населения. В кризисе 1998 года, прошу прощения, 2008-2009 года, Россия не только преодолела, скорее, этот кризис в течение двух лет, повысила пенсии на 50%. Вот сейчас мало кто помнит, что пенсии были повышены на 50% в те годы. Я очень беспокоился, что если стабильности нам не удастся достигнуть, то нам не удержать бы эту высокую планку. В общем, в конце концов, все сработало, все элементы этой конструкции сработали. Нам удалось удержать и пенсии выше, чем они были до кризиса, и бизнесу помочь. И, в общем, это стабилизировало национальную валюту на докризисном тогда уровне. Поэтому это все сработало. Но только благодаря очень большой работе, как вы говорили, по преодолению вот этого недоверия. Вот почему приходится иногда проходить этот сложный, может быть, термистый путь. Скажите, пожалуйста, это одна из оптик видения доверия. Вместе с тем, в ваших жизненных ситуациях, в ваших поисках, так или иначе, когда вдруг вы чувствовали те вещи, когда вы прорываетесь через стены недоверия и делаете то, что вам самой приносит смысл, и то, что пусть не вызывает сначала понимание у других, но дает вам чувство самодостаточности и уверенности в ваших шагах. – Большое спасибо за вопрос, но мне не очень комфортно говорить о себе в данном контексте и о доверии как о категории, которая для меня является сопротивляющейся средой. Потому что я существую в той среде, в которой очень высок уровень доверия. Потому что, с одной стороны, это среда благотворительная, где простроены как раз те самые горизонтальные связи, которые действительно, предпосылки для которых были созданы реформами. Для того, чтобы их осознать, очень много сделали люди вроде Рубена Варданяна, визионеры. Для того, чтобы возникли эти горизонтальные связи в обществе, фактически параллельные государству, когда дело рук самих утопающих. И внутри благотворительной сферы доверие друг к другу очень высокое. Там очень высока цена вопроса, поскольку все фонды так или иначе связаны с человеческим горем, то там очень быстро возникает внутренняя экспертиза, внутренняя фильтрация. Фонды довольно быстро начинают понимать, кто чего стоит. И на самом деле внутри благотворительной среды, конечно же, существует своя иерархия. Дело в том, что экономисты, социологи, профессор Аузан, говорят о доверии как необходимой категории роста и модернизации именно и только в горизонтальном смысле. Но для той сферы, в которой я работаю, очень важно существование вертикального доверия, вот этой самой внутренней экспертизы. Это важно не только в благотворительной среде, это точно так же важно в культуре. Культура вообще понятие иерархическое. И самый большой кризис, который я сейчас чувствую, и не только я, но и мои товарищи, коллеги, это кризис доверия к иерархии, кризис доверия к экспертизе. То количество конспирологических теорий, то количество социальных медиа, которые позволяют высказываться по любому поводу, любому человеку, который при этом просто выдвигает свои гипотезы, не проверяя их, и это при этом расходится. Это для культуры и для науки, например, осознается как проблема. Мы вчера переписывались с моим другом Кириллом Серебряником и обсуждали ровно это, и он мне говорит, что мне кажется, что наступает момент, когда как тамплиеры или масоны нужно создавать свою параллельную вселенную, параллельную реальность, в которой сохранять культуру, уважение к знанию, уважение к научному знанию, прежде всего, но и на самом деле к высокой квалификации, именно к экспертизе. А сейчас с нынешними антиэлитистскими тенденциями совершенно очевидно, что это разрушается, размывается. Поэтому кому доверять, если каждый сам себе... Посмотрите, мы все оказались в реальности, в которой за последний год у меня никогда в жизни не было такого количества знакомых вирусологов. То есть у меня вдруг внезапно все, кто меня окружает, превратились в вирусологов, иммунологов, да, крупнейших специалистов по антибиотикам, прививкам и так далее и тому подобное. Да, ну, для меня эта реальность абсолютно дискомфортна. Для меня она противоестественна, она вызывает у меня отторжение. Мне хорошо в той реальности, в которой есть блестящие финансисты, психологи, писатели, историки, которых я слушаю и которых я спрашиваю, что я думаю по этому поводу. Да, вот у меня есть там Марина Александровна Разбежкина, да, которая является абсолютным моральным авторитетом и лидером мнений внутри киносообщества. Да, вот я к ней периодически обращаюсь и спрашиваю, Марина, скажи мне, пожалуйста, что я думаю по этому поводу? И дело не в том, что Марина мне рассказывает, дело в том, что я отстраиваюсь от того, что говорит Разбежкина и сама для себя понимаю свою позицию. Она совершенно не обязательно будет совпадать с позицией Марина Александровна. Да, но мне важна, мне важна экспертиза. Да, точно так же есть вопросы, по которым я к Архангельскому обращусь и спрошу, Саша, что я думаю по этому поводу, да. Если мне нужно понять, что, куда двигать общественные силы ради обновления образования, я спрошу у Кудрина, да, что я думаю по этому поводу. И так далее и тому подобное. Да, если мне нужно что-то делать с фондом, я позвоню Варданяну и скажу, Рубен Карленович, скажи мне, пожалуйста, что я думаю по этому поводу, куда мне дальше двигаться в смысле фонда. То есть для меня существует вот эта иерархия вертикального доверия. Мне кажется, что она сейчас претерпевает страшнейшие землетрясения. Я не знаю, уцелеет ли она. А если она не уцелеет, ли для меня означает, что культура в том понимании, в котором я привыкла произносить это слово, исчезнет. Ну, во-первых, я тоже следую этому же методу. Если я чего-то не знаю, я не знаю большую часть того, чем в этом мире пользуюсь и о чем размышляю, я звоню или пишу, или встречаюсь с людьми, которые в этом понимают. Более того, мы находимся с каждым... Не то, что к десятилетиям, а с каждым годом мир наука делает такие шаги вперед в каждой конкретной области, что если не то, что ты никогда этим не занимался профессионально, но даже если ты этой областью не занимался 10 лет, то ты уже потерял ключи от входа. Поэтому ты должен для себя определить, как понять, доверять, не доверять, чтобы не становиться вирусологом, например. Это грустный юмор. Да, самодеятельным специалистам по вакцинам нужно знать, у кого спросить. А на основе чего? Только на основе доверия. Я, так же, как в любое научное знание, математик не всегда поймет другого математика, занимающегося какими-то задачами о петлях. Их может быть 10 в мире, которые друг друга понимают. Остальные спрашивают у тех, кто понимает. И это первый путь, первый шаг. Второе, несомненно, я подхвачу мысль Рубена, действительно, это категория и экономическая тоже. Про охранников было сказано. Но ведь помимо охранников, это вопрос о необходимости контролирующих инстанций. Надо контролировать тех, кто контролирует, надо контролировать тех, кто контролирует, тех, кто контролирует. И это деньги. Чем выше уровень доверия в экономике, и чем выше законопослушности, чем выше статус правового обычая, тем ниже издержки, транзакционные издержки, тем выше, чем меньше доверия. Но и выходя за рамки просто экономики, экономика – это же тоже форма проявления, форма и способ жизни. Если я занимаюсь экономикой, так же, как если я занимаюсь, как Авдотья снимает кино, или как вы, занимаясь психологией, я проживаю свою жизнь. Это важнее, чем мои профессиональные компетенции. Поэтому это вопрос не о доверии в экономике, доверии в психологии, доверии в киноискусстве. Ну, как на площадке надо доверять друг другу. Если вы не доверяете друг другу, то ничего, съемочный день не закончится. Но это и способ моей собственной жизни. Доверие я должен доверять тем, с кем я взаимодействую. Но в русском языке есть очень важное разделение. Слово «доверчивость» не самое положительное. А слово «доверенность» имеет высокий статус. Это очень важно. Потому что доверчивый – это глуповато наивный. А тот, кто понимает, что такое доверенность, тот человек разумный. Так же, как любимые разговоры о том, что толерантность в русском языке не прижилась, а прижилась терпимость, все, на самом деле, ровным счетом наоборот. Если мы посмотрим, даже у Достоевского, не самого толерантного мыслителя в мире, слово «толерантность» используется в положительном значении, а слово «терпимость» оборачивается неприятными последствиями. Терпила, дома терпимости, все не так, нет, 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 не в ровном счетом наоборот. Я к чему? К тому, что... Что Авдотья думает о доверии? О том, что это краеугольный камень развитого, развивающегося, живого общества на всех его уровнях, от отдельно взятого человека до политики, и от политики до экономики, и от экономики до культуры. В общем, Дуня, это все. Мне трудно сейчас включиться, потому что с таким интересом слушал все предыдущее и столько для меня нового и непривычных для меня областей, поэтому не просто переключиться на свое и на себя. Вы знаете, я всю жизнь, с одной стороны, я всю жизнь встречался с недоверием, потому что если ты пытаешься хоть что-то, хоть что-то нащупать, новое, хоть что-то, правильное, неправильное, ты обязательно сталкиваешься с недоверием. Это абсолютная закономерность. Так было всегда. И так, видимо, всегда будет. С другой стороны, я всю жизнь сталкиваюсь и имею дело с доверием, потому что на недоверие пытаешься не раздражаться, не гневаться, не злиться, а пытаюсь понимать, что недоверие – это закономерное свойство человека, природа человека. Мало того, это защитное свойство человека, потому что нет, есть другое страшное свойство – излишнее доверие. для излишнего доверия строились все утопические режимы. Как только возникает излишнее доверие, как только человек начинает просто верить, так возникает опасность всего того, что возникало в нашей истории от Средневековья до коммунизма, фашизма. Я знаю, что это абсолютно разные вещи, их нельзя сравнивать по закону, но тем не менее. Поэтому мне всегда было интересно преодолевать недоверие. Не спорить с недоверием, не уничтожать это недоверие, а преодолевать его, то есть пытаться объяснить, вызвать доверие. Мне кажется, что прежде всего, с чем мы сегодня сталкиваемся во всех сферах деятельности, это с недостатком попытки объяснить и с неверием в то, что это объяснение может быть как-то понято, может быть как-то воспринято. Мы исходим априори из огромного недоверия другим людям. И поэтому вот дискуссия, о которых Алексей Евгеньевич говорит, они превращаются не в поиски истины, а в доказательства своей правоты и только своей правоты. Значит, они ни к чему не приводят. Мы не верим, что можно, мы разучились слушать. Вот замечательно сказал, доверие в опасности. Мне кажется, способность слушать, или ещё точнее и слушать, и ещё точнее слышать друг друга в опасности. Поэтому мы как к этому вернуться, хотя опять, занимаясь театром, занимаясь в общем большой литературой, я должен сказать, что ничего экстраординарного в этом дефиците нету, а этого не хватало, доверия всегда не хватало. С другой стороны, излишнее доверие всегда было больше опасности, чем излишнее недоверие. Вот как находить в природе человека этот серединный смысл, ещё раз могу сказать, только в желании объяснять, только в желании разговаривать, только в желании чуть-чуть услышать даже того, с кем я в корне, в корне не согласен, и кто мне в корне, в корне неприятие. Вот я прошу прощения, возвращаясь к тому, о чём рассказывал очень интересный Алексей Леонидович, ко всем мощным реформам, форум называется Гайдаровский, поэтому нельзя не вспомнить, вот мощные и, на мой взгляд, великие реформы Гайдара, его команда, мне кажется, одна из проблем, и всего того, что не дополучилось или не получилось, было нежелание, невозможность, недоверие, хоть что-то объяснить, кроме того, что делать. Делать всегда мало. Важно объяснять, почему я это делаю, объяснять тем, кто, казалось бы, не может никогда этого понять, потому что на самом деле человек способен понять гораздо больше, чем нам это кажется. И человек способен выходить за нишевое доверие. Мне очень интересно было слышать то, что говорит Авдотья Андреевна, но мне кажется, что нишевое доверие нас тоже подводит, потому что мы начинаем объединяться, мы начинаем говорить на своём птичьем языке и перестаём часто видеть то, что с нами происходит со стороны, и понимать, почему это со стороны понятно или почему это со стороны абсолютно непонятно. И, замыкаясь в этом, мы опять теряем самое главное. Единственное, что как-то, как-то, как-то соединяет людей. Возможность и желание объяснить и веру в то, что кто-то в это объяснение может поверить. Субтитры создавал DimaTorzok